Я не знаю, все ли это осознали, но ясно, что мы все вошли в какую-то другую цивилизацию за последние годы. Совершенно непонятно, что это такое, но этот мир, в котором мы сейчас оказались, точно не такой, как все предыдущие тысячелетия. Потому что хорошо человек двигается, я не знаю, на лошади или на велосипеде или на медленно идущем поезде, это одна история. А человек, который летает в космос и за шесть часов перелетает через океан на другой континент, другая история. И мир, в котором весь виртуальный мир, в котором размыты географические границы. Вы не знаете человека, с которым вы беседуете по скайпу или он вам пишет, он находится в соседней комнате или он находится в Гималаях. Более того, вы даже не знаете, это реальный человек или нет, или это группа людей. Ну и так далее. Не будем, это могла быть интересная тема, но другая. Все как-то разъехалось. Разъехалась география, разъехалось время, разъехалась идентичность людей, непонятно, я это кто, и вообще есть ли я. И это другое, это кто, это вот реальный человек или нет, или это какой-то интернет-ресурс, у которого есть там имя и фамилия, и якобы это чья-то подруга, а на самом деле это там спецслужбы целиком работают на этот интернет-ресурс. То есть что-то такое произошло, это совершенно ясно. И как нам из этого выпутываться, тоже непонятно. Я вообще алармистка, я не паникерша, но опасности вижу очень много, в том числе и на этом пути. Например, и не в том смысле, что какой-то безумец на кнопочку нажмет, такая опасность есть, но в том смысле мы умом не тронемся от этого мира, мы вообще это можем переварить, вот эти антропологические изменения, которые в мире произошли. Ясно, что дети, которые вырастают, это совсем другие дети, потому что они в другом совсем мире живут. Доступность информации огромная, что с этой информацией делать? Я помню, когда мы писали там, я не знаю, писала кандидатскую диссертацию, был вопрос, где взять литературу. Сейчас вопрос, как от нее избавиться, куда ее деть эту информацию. Каждый день приходят десятки статей, даже если взять, ну там я во многих областях работаю одновременно, но если взять любую из этих областей, то по каждой из них каждый день выходят десятки статей. Я не беру плохие статьи, даже хороших выходят десятки, научных. Значит, их не только нельзя обдумать, их даже нельзя прочесть. Значит, получается парадоксальная ситуация, что информация что есть, что нет. То есть она есть, но а что с ней делать? Ты просто не можешь, иначе ты будешь только читать, больше ничего не сможешь. В общем, какая-то беда. Как с этим быть, непонятно. Также непонятно, как организовывать образование в таком случае. Но вот скажем, я как маньячка все время говорю, что мы же не можем держать детей в школе 16 лет. Да, с другой стороны, потому что, чтобы все это пройти, да, с другой стороны, мы не можем делать вид, что все закончилось на Ньютоне. Правильно? Потому что после Ньютона много чего произошло. Значит, если мы скрываем информацию, потому что мы ее не успеваем сказать детям, значит, у них, мы их обманываем. Человек, что уже имеет знания далеко ушедшие, мы им не говорим, что нечестно. Если мы будем их говорить, то они там будут 20 лет торчать в этой школе. Ну, вообще, что? Значит, нужно резать, да? Какие-то куски... Как резать? По какому принципу? То есть с этим что-то надо делать. Это, разумеется, осознают и обсуждают. Но что-то я не видела разумных решений. Но вот я отчасти, вот это как бы вступление к тому, о чем я буду говорить, думаю, что вот когнитивная наука, внутри которой я работаю, это, к сожалению, модный термин, и даже почти неприлично его произносить. Что-то вроде нанотехнологий. Они настолько маленькие, что их никто не видел. Да, но вот с когнитивной наукой это как бы все. Потому что туда, вот по классике, туда входит лингвистика, психология, искусственный интеллект. Ну что еще? Нейронауки, философия, потому что без нее тут не обойтись. То есть это зонтик такой, в который входит много чего. Но если вот про все это забыть, то когнитивная наука стала такой модной, потому что она про то, как мы или не мы, а кто-то другой, с кем мы еще не встречались, или встречались, например, кот или компьютер, как он обрабатывает информацию вообще, вот что он с ней делает. Ну и естественно, что это центральным образом, это все крутится вокруг человеческого мозга. Если бы он дал себе труд, этот человеческий мозг, нас подпустить своим знаниям, то это бы определило очень многие области нашей жизни, включая образование, все его уровни. Потому что мозг, если что и умеет, то учиться. Вот он для этого создан, для того, чтобы обучаться. И он знает, как это делать. Хорошо бы, чтобы он нам это сообщил. Вот тут вы могли бы мне задать справедливый вопрос, который я десятки, сотни раз слышала. Вы говорите «он» и вы говорите «я». Вы хотите сказать, что ваш мозг и вы – это разные? Почему вы говорите «он» делает это? Почему не «я» делает? Отвечаю прямо сразу – да, мы разные. Есть заблуждение, которое в бытовом языке присутствует, когда я говорю «мой мозг». Это очень самонадеянно. Нет, это он должен сказать, что как бы ты здесь вообще что? Я тут временно разместился. И я вообще-то управляю ситуацией. Что правда? Управляет ситуацией он. И это оскорбительная для нас картина. Я постараюсь об этом поговорить. Вот люди – это такие существа, которые очень любят иметь дело с виртуальной действительностью. Они имеют дело со знаками. То есть вот меня всегда интересовало… Ну вот скажем, вот стоит стакан с водой. Вот он. Вот он уже есть, реальный стакан. В нем вода. Его зачем рисовать? Серьезно вопрос задаю, без шуток. Откуда взялась идея дублирования мира? Все искусство, равно как и не искусство, а язык. Он дублирует. Реальный стакан дублируется словом «стакан». Никаких тургеневских барышень не было на свете. Пока Тургенев их не придумал, после этого все барышни думают, так надо же в обморок падать. Чуть что – падаешь в обморок. Вокруг все носятся, нюхательные соли, платочком, все такое. Так же, как не было никаких Рахметовых. Пока не появился Рахметов, после чего всем стало ясно, что нужно спать на гвоздях, испытывать характер. Не было никаких лишних людей. Об этом Лотман еще говорил. Кстати, про тургеневских барышень тоже. Лишние люди, оказывается, есть. Бездельники все встали. Извините за цинизм, я сознательно цинично. Встали с диванов, отбросили кальян и говорят, мы же поколение лишних людей. Вот что оказалось. То есть, вот эта игра в символы такие. То есть, с того момента, когда это чем-то называешь, оно вроде этим и становится. Вот эти все дубли, вот мы имеем дело... Вот что такое математика, например, что это такое? Числа. Вот что такое два? Я не банальный вопрос задаю. Понятно, что два это вот так вот пишите, или вот так вот пишите. Я не про это. Вообще, вот это что такое? А? И что оно обозначает? Вот понимаете, любой вопрос, который ты дальше задаешь, он неизвестно куда. Время. Это все могли быть предметы отдельных и довольно больших лекций. Время, оно объективно есть? Или оно в голове у нас есть только? А его на самом деле нет. Вы мне, понятно, скажете Эйнштейном, это я все сама знаю. Но есть и другие. Я имею в виду, например, Бергсон с Эйнштейном, они друг друга просто убивали. Потому что тот, говорит, время интуитивное. Его длина, никакой объективности нет. А одна минута у вас может длиться год. И год может длиться, условно говоря, как минута. И это зависит от состояния, контекста и так далее. То есть время течет в одну сторону. Вот вопрос, который, если ребенок задаст, то ему двойку поставят в школе. Это очень серьезный вопрос. Время течет в одну сторону. Оно течет с одинаковой скоростью. Оно течет без перерывов. Всегда считали, что да. А в квантовом мире? Не буду о страшном на ночь. То есть это, может, оно у нас в голове. У нас такой мозг, который порождает время. Математику, музыку, язык. Будь другой мозг, не порождал бы. Что творится в мозгах у курицы, я ума не приложу. И никогда не смогу приложить ум к этому. Потому что никакого хода в это нет. От того, что мы в курицин мозг понавставляем электродов или его нашинкуем, как капусту, мы ничего не увидим, кроме ткани. Это не будет нам говорить о том, как курица, условная курица, видит мир. Это тем более характерно для людей. Нет у меня способа узнать, что в голове кого-нибудь здесь присутствующего находится. И никакая аппаратура мне не поможет никогда. Потому что аппаратура про другое. Понимаете, если даже мы, я повторяю, человеческий мозг там смотрим, что там, где и причастие, что ли, видим? Или что мы там? Часы там лежат. Что там лежит? Там нейроны лежат. Что делать-то дальше? Где? Как перешагнуть? Вот от нейронов к Шекспиру. Как собираетесь перешагнуть? Ладно, едем дальше. Вот предки наши так выглядели. Это реконструкции неандертальцев. Они вполне... Между прочим, несколько лет назад я когда... Ну, я же университетский профессор, студентов учу, понятно. Я когда про происхождение человека, происхождение языка, там несколько лекций у меня в курсе есть, читала, я говорила снобистки, и это все было неправда, как позже оказалось. Но я извинялась уже. Вот. Я говорила неандертальцы, они, это бастарды такие, они нам не родственники, тупиковая ветвь. Мы их переиграли, они все загнулись и ничего не оставили. Это все было правдой до тех пор, пока не секвенировали геном. А когда секвенировали геном, как человеческий, так и неандертальский, то теперь мы точно знаем, что, а, смешение было, что неандертальские гены есть в людях, и они по-разному распределены по планете. Например, наибольшая их концентрация, это меня удивляет. То есть я понятия не имею, почему, но никто не имеет понятия. Они вот там на севере Италии почему-то много неандертальских генов. Я думаю, этим обязаны мои любимые вина Барролы и Барбареско. Там уж очень они хороши. Ну, в общем, шутки шутками, но это, представьте себе время, когда на планете жили несколько видов хомо. Вообще, вот, я не знаю, куда смотрят фантасты. Хороший сюжет. Представьте себе, что у вас дома живет кошка и не вполне кошка. Не до кошка, да? И пост кошка. Это вообще, что это такое? Так вот, были люди, которые были разных уровней развития. Можете себе представить? Они конкурировали. И, кстати, тогда, когда я неправду говорила, что не смешивались, я тогда же думала, а почему они не смешивались? Понимаете, моральных запретов не могло быть. Значит, мог быть только биологический запрет. Это значит, что эти виды хомо, разные хомо, осознавали соседей как другой биологический вид. И тогда действует биологический запрет. То есть, нет объяснения, почему бы им не... Прекрасно скрещивались. Поэтому я повторяю, даже в современных людях, говорят, все вымерли. Я недавно шла мимо Мариинского театра. Я вообще люблю прожить. Там шел неандерталец. Понимаете? Вот такой. У него был вот такой лоб. Вот такие вот нависающие эти надбровные дуги. Он был такой коренастенький. И все говорили, что у них не было потомства. То есть, как бы все кончилось. У него была коляска. Он вез коляску. Там другие неандертальцы лежали. Так что все в порядке. Ну, в общем, смех, конечно. Вот это не картинки, то есть, это рисунки, но это реальные реконструкции по останкам. Вот так вот примерно эти ребята выглядели. И это ясно, что уже никакая не обезьяна. То есть, это люди. И у них много чего было. У них было символическое мышление, как мы понимаем, потому что есть артефакты на тему украшений. И тогда я... Сейчас вот я посмотрю. Поместила я... Ладно, нет. Обратно. А обратно? Не получается. Тогда терпите. Это не неандертальцы. Да. Может быть, вы помните... А, здесь надо. Да. Да-да. Может быть, вы... Не идет он обратно. Не знаю, знаете или нет, что несколько лет назад на Алтае был открыт еще один вид человека, денисовский человек, хомо-денисова, или человек алтайский, хомо-алтаенсис он называется. Я была в этой пещере денисовской, и там как раз была эта команда, которая это все делала, так что страшно интересно было. Они, значит, в пещере, которая размером примерно с этот зал, умудрились откопать... Вообще, как они работают, археологи, это, конечно, фантастическая работа. Они же просеивают ситечком вообще все на свете. Они откопали фалангу мизинца, одну фалангу мизинца 13-летней девочки. И эта фаланга, значит, попала генетикам, которые там отобрали нужного качества материал, секвенировали геном, и обнаружили, и совершенно обалдели от этого дела, потому что они обнаружили, что это другой геном, что это не неандертальский, чего они ждали, потому что как бы по всем статям. Ну, в общем, открыт еще один вид людей. А недавно я в Сапсане в Москву уехала, и еще кого-то там отрыли. В Африке еще какого-то. В общем, нет конца этому делу. Ничего мы про себя не знаем. Но что интересно, почему я говорю про символическое мышление, потому что там же, где этот мизинец этот лежал, там были украшения. Украшение — это признак высокой степени организации сознания, потому что украшение ни для чего не нужно практически. Оно нужно только либо как ритуальное, а это говорит об очень высоком уровне развития психического, либо если украшение, там дарить что-нибудь, то есть это уже не звериное. Так там найдены, сама видела, браслет из чего-то, что на мой вкус нефрит. Может, это не нефрит, но похоже, что из двух частей он сделан, и он скреплялся этими кожаными тесемочками такими. Кольцо из камня. Вы попробуйте сделать из камня кольцо. Вам понравится. Нет, ну как сделать из камня кольцо? Представляете, это технология как. Там еще, конечно, был чистый смех, а именно бусины страусиные. Откуда там страусы, я спрашиваю? Думала, что я очень умна, как это со мной бывает ошибочно. И говорю, что может здесь тогда климат был другой, какие страусы тут ходили. Они посмотрели на меня с ожелением, естественно, и говорят, вы думаете, мы как бы вообще не понимаем, что делаем? Разумеется, проверили, не было там никаких страусов. Как туда попала бусина из страусов? Ну, это все-таки требует объяснения, что торговля что ли была на таких расстояниях, это значит нам вообще тогда, давайте разойдемся, пойдем выпьем пиво спокойно. Нет, ну, потому что это значит, что мы вообще ничего не понимаем, то есть это вообще другая история тогда была. Ну вот, кроме того, у них, о чем я тоже могла бы долго говорить, но не буду, это я вас завораживаю. Да, у них найден ген. Есть такой ген FoxP2, который кандидат на ген, ну, это требует длинного разговора, но я не буду его сейчас вести, на ген, который очень сильно влияет на языковую способность. То есть тот, у кого есть этот ген, он говорящий. Правда, этот FoxP2 есть и у других биологических видов, в этом неприятность, у которых не замечено что-то грамматики, скажем, у крокодилов. Вот слезы замечены крокодили, а грамматики как-то никто у крокодилов не видел. А ген этот есть у него, это как-то всех стало смущать, но потом оказалось, что это тот же ген, который человеческий, но он отличается на две аминокислоты. И это существенная вещь, и мы сейчас не будем ее обсуждать. Зачем я про это говорю? Потому что у неандертальцев и у денисовцев вот этот вид этого FoxP2, из этого следует, что они могли говорить. Доказать это мы не сможем никогда, потому что, понятно, никаких свидетельств нет и никогда не будет. Но наличие этого гена – очень подозрительная вещь. Это значит, что наша история уже как развитого хомо-вида гораздо древнее, чем мы предполагали. И, повторяю, мы не договаривались до украшений такого рода. Кольца там вообще, что такое? Ну вот. Так вот, если неандертальцы – это лучшие мозги, надо же сказать. И как так вышло, что мы доразвивались? Мы это, я случайно сказала, не мы, а они доразвивались до такого феноменального уровня, мы не знаем. Но ясно, что мозг эволюционировал в нужную, как мы понимаем, нам сторону. То есть развивалась кора, и не просто вся кора, а передние зоны коры, которые и определяют наш высокий интеллектуальный и психический уровень. Более того, скорость развития разных зон мозга была разная, что само по себе очень странно. Почему бы им не развиваться всем этим зонам с одинаковой скоростью? И почему стали развиваться те зоны, из которых получились вот такие существа, высокоразвитые, которыми современный человек является? Неправильно задан вопрос, потому что на вопрос, почему, ответить нельзя. Разве что, если в кри... Запуталось в слогах. Крианеционизм. Правильно? Так вот, если разве что на эту дорогу встать, тогда Господь посмотрел на это все и сказал, хватит. Обезьянничать хватит. Мы вот там хромосомку подкрутим, тут немножко аминокислоту подправим, и поехала в нужную сторону. Но это я хулиганю, потому что, конечно, так вопрос ставить нельзя, на этого нет ответа. Ответ, который полагается давать, естественный отбор, там все это в пользу бедных. Потому что он, конечно, есть, я не спорю с этим, но... А что это значит? Понимаете? Что это значит? Все равно, что говорят, а это у нас инстинкт. Вот когда говорят, вот человек там или животное делает то-то и то-то, а это инстинкт. Это что значит? Я книжки читала, я даже доктор наук, все считают меня психологом, к тому же. Это не важно, кем они меня считают. Я имею в виду, что то, что в книжках написано, я знаю, я не двоечница. А теперь после этого вы мне ответите, а что такое инстинкт? И что-то я ни разу не услышала ответа. Это что-то вроде джокера в картах. Когда ты не знаешь, как это назвать, говорим, а это у нас инстинкт будет называться. Что инстинкт? Это что? Ну хорошо. Когда мы... Мы все-таки про учение. Вот эта карикатура, она отражает нашу систему образования, особенно ту, которая вокруг ЕГЭ. Потому что это как бы объективно, давайте проверим. И сдавать все будем один и тот же тест. И этот тест влезть на дерево. Только сдают его слоны, рыбы, обезьяны, птицы, тюлени. Ну и дальше можно продолжать этот ряд. А оценивать будем объективно. Только он не может сдать его по понятным причинам. То есть что-то у нас здесь не то. Вот как бы эта погоня за... Понимаете, если мы будем... Вот если бы ЕГЭ, не дай бог, предложили сдать Пушкину с Лермонтовым, то они бы их точно провалили. И не потому, что они не дожили до Нильса Бора, а потому что они его в любом случае бы провалили. Что не отменяет их гениальности. Я тогда спрашиваю, на кой нам это черт? Нет, ну что показывает этот... Мне уже самой даже надоело это говорить. Один мой приятель и коллега в свое время тест IQ адаптировал для русскоязычной публики. И мне дал еще диски были, дискету дал. Посмотри, говорит, ее, как я это там сделала. Я ее включила дома, как дура, я бы сказала. А там еще был этот самый... Она считала еще время реакции. И она мне выкидывает вопрос. Платье в штате Техас стоит 134 доллара, там вымышленная цифра, я не знаю, 54 цента, а налог на продажу 4,75. А в штате Айова такое платье стоит столько-то. Да где купить? Вот еще раз, говорю уже сто раз, мне надоело говорить. Если меня будут в масле варить, понимаете, я эту задачу не решу. Потому что я очень плохо считаю. Если в ответ на это они мне скажут, что у меня узкий и низкий одновременно интеллект, то я злобно посмеюсь. Потому что я-то знаю, что у меня сильный интеллект. И независимо от скромности сообщаю это публично. Нет, ну я имею в виду, ну смешно говорить. Ну понимаете, из того, что я не умею считать, следует только то, что я не умею считать. А если не секрет, мне зачем уметь? У меня вот есть кое-кто, кто считает. А также мне не нужно помнить таблицу логарифмов. Разве что если я больная. Нет, потому что есть люди с патологической памятью, которые на вопрос, какой день недели в Италии был 17 ноября 1654 года, отвечают, среда. Проверяешь и правда среда. Ну и что? Он не знает, как кофту застегнуть, понимаете? Но он зато среда. Ну что это? Ну в общем, вот это вот. Вот это то, чего нам не надо. Конечно, не всем везет так, как некоторым. Но эти некоторые, да, эти некоторые, заметим, чрезвычайно медленно и плохо развивались, были на грани того, чтобы не быть принятыми в школу, и под подозрением недоразвитости мозга. А это Эйнштейн. Один из лучших мозгов планеты. Это, кстати, родители должны иметь в виду. Из того, что ребенок какой-то не такой, может разное следовать. У меня был какой-то период критический в жизни, когда я подумала, да чего мне это осточертело. И Академия наук, и вообще все. Провались они. Пойду детей учить в школу. Но я быстро опомнилась. И я испугалась, я вам честно говорю. Вот клянусь, правду говорю. Я подумала, вот сидит в классе 20 человек. Откуда я знаю, кто они, эти дети? Один из них может быть этот. Второй из них может быть Моцарт. Третий может быть Гитлер. Четвертый, я не знаю, может быть там Пикассо. Откуда я знаю, как я смею их учить? Учительницы счастливо не боятся этого факта. Вот они об этом не подозревают. Они считают, что вот сидят там, им надо показать. Ну хорошо. Учение происходит отнюдь не только в школе. Учение происходит всегда. Мозг, если что-нибудь и имеет, причем любой мозг, всехний мозг, не только человеческий, если он что-нибудь и может, то учиться. Вот это он знает, как делать. И учение происходит всегда. В лесу ли вы гуляете, я не знаю, блины ли вы печете. Он, знай, работает. Он свое вынимает из этого. И не только на тему, как печь блины. А он попутно с этим еще много чего придумал. Вот не жмотился бы, рассказал бы, как он это делает. На что наши знания о мозге? Почему сейчас такая мода на это пошла? На что влияют наши знания о мозге? Точнее сказать, на что должны были бы они влиять. Вам, кстати, из-за меня не видно экрана. Если я уйду, то будет видно? Если я вообще уйду, будет видно? Образование. Как организовать образование? Может быть, не надо вкачивать в людей такое количество информации? Зачем ему таблица логарифмов? Ну, условно, это я как метафору говорю. Ему зачем знать, когда Наполеон женился на Жозефине? Это что, важная информация? Или может, он в Гугле это узнает через полторы секунды? Но вы могли бы мне сказать, я сама это все время говорю, это правда. Если мы отступим на противоположный полюс, тогда мы будем иметь тотальных дилетантов вообще везде. Они ничего не будут знать, кроме общих идей. Что тоже нас не устраивает? Я не хочу попасть к хирургу, который знает общие идеи. Я хочу попасть к хирургу, который знает анатомию. То есть здесь есть опасности, конечно. Может быть, надо их научить извлекать информацию? Например, вот, кстати, мы студентам это говорим, мы говорим. В Гугле это если вы забыли, как соус делать, да? А если вы всерьез, то Гугл – это не то место, где ищут информацию. А есть вот такие-то сайты. Мы им там страницу сайтов, которым мы доверяем. То есть, может, их надо мета-вещам учить? Где брать? Как научить учиться? Может быть, их надо учить тому, как учиться? Как контролировать внимание и память? Ну, вы наверняка все знаете, что огромное количество детей и вырастающих из них взрослых с дефицитом внимания. Которые на одном месте усидеть не могут не потому, что они мерзавцы, а потому, что вот так вот, так сложилось. Они не контролируют свое внимание, у них расхлябанная память какая-то, они что-то не знают, как делать. Короче говоря, вот такие мета-вещи. Этого очень много, количество таких детей растет. Растет оно потому же, почему раньше нам не объявляли о катастрофах, а теперь объявляют. То есть, их и было столько, да мы не знали. Или их на самом деле число растет, тогда это вопрос как бы серьезный. Это что, мутация какая пошла? Что, все вдруг разучились читать, писать? Количество людей с проблемами чтения письма огромно. Это миллионами людей исчисляются. Многими миллионами людей. Это проценты, скажем, англоязычного населения. Ну, примерно, это очень условные цифры, потому что никто не сканировал весь мир. Но, условно, скажем, 30% людей. Представляете, сколько это миллионов людей, у которых проблемы с чтением письмом. Вы можете сказать, у нас есть спеллчекер, он за нас все там напишет. Мы же не про это говорим, а мы говорим, что у них здесь-то творится, если он корову-то написать не может, что у него в голове. Как научить правильно классифицировать и упаковывать информацию? Опять-таки, мне уже даже надоело говорить про это, но как ее положить? Вот в этом смысле компьютер хороший пример, потому что... Вот эти все статьи, которые мне валят, уж не говоря о том, сколько сумасшедших мне пишут, рассказывая, как устроен мозг, что такое сознание, как с инопланетянами, вчера они объяснили это. В общем, все в порядке. Но если отставим этих сумасшедших, а просто научные статьи, куда их деть, в какую папку их положить? На букву А, туда, где дети, туда, где глаголы, туда, где поситронно-эмиссионная томография, куда это деть-то все? Значит, у меня папочка есть, называется по-русски, на одном компьютере называется «Другое», а на другом называется «Ада». Ну, хорошо, значит, эти папки можно спокойно стереть, потому что в них гигантское количество свалки лежит. Она что есть, что нету, ее все равно разобрать нельзя. То есть это я сама с собой играю в игру, как будто я сохранила. Я найти-то не могу все равно. Вот в голове-то у нас то же самое происходит. Как это найти? Вот я хочу, чтобы всем было понятно, хотя со мной не все мои коллеги согласны, но у меня много есть доказательств, вполне научных. Мозг запоминает все, мимо чего он прошел, унюхал, попробовал, услышал, потрогал и так далее. Мозг не решито, ничего не высыпается из него. Поэтому не надо слушать плохую музыку, не надо читать плохие книги, не надо всякое дерьмо есть, не надо дрянь пить, не нужно общаться с плохими людьми. Это все там осталось, ведь этот яд там лежит. Вы о нем не знаете до поры и до времени. Во-первых. Во-вторых, мозгу глубоко наплевать на то, знаете вы про это или нет, потому что он своей жизнью живет. Что хочет, то там и делает. Ну вот, дальше. Структура и организация общества могла бы зависеть от того, что нам известно, мозг сложнейший из систем, сопоставим только с Вселенной. Это очень сложно. Но ничего сложнее, чем мозг, мы не знаем. Мы и про него ничего не знаем, но мы знаем одно зато точно, что это сложнейшая система. Значит, если эта система в случае нормы, а не патологии, правильно работает, значит, она знает, как работать. Слабо бы ему нам сказать, может, мы бы организовали как-то жизнь на Земле, чтобы она получше была организована именно. Как ее организовать? Если нам удастся подсмотреть, как он это делает, может, мы сможем это и применить? Это принципы функционирования сложных систем. Общество — это сложная система. Как принимаются решения? Мы почему-то считаем, что мы сознательно решения принимаем. А с чего взяли-то? Что сознательно? Нет, не сознательно. Большинство вещей, которые мы делаем, никогда не попадает в сознание. Вообще никогда. Он сам чего-то делает. Довольно, между прочим, наглую позицию занимает, оскорбительную для нас. Я вот опять же говорю, что у меня дома книжка есть, которая называется научная, которая называется The Mind's Best Trick. Значит, вот этот вот трик мозга заключается в том, что он мало того, что сам все решает, он еще, уж совершенно неблагородно, посылает нам сигнал успокоительный. Говорит, главное, не волнуйся. Ты все сам решил. Все твое. Сам все решил. Это что? Это оскорбительная для нас ситуация. Тогда мы вообще... Вы, конечно, можете меня совершенно спокойно сейчас схватить и сказать, а мы тогда кто? Вот на этот-то вопрос и нет ответа. Значит, если там где-то этот монстр живет, который я, как безумная, говорю, это мой мозг, а он смеется в это время гомерически, кто кому хозяин? Опасная вещь. Серьезно вам говорю. Поэтому не вредно бы не вредно бы знать, как мы принимаем решения. И на эту тему отдельные науки есть. И в том числе и спекуляции на этих науках. Сейчас есть такая область, называется нейроэкономика. Но это вообще туши свет. Значит, они магнитом находят тут... Вот здесь решение принимаем. Если магнит туда поднесем, то он тогда был конформист, а стал либерал. Магнитом. Ну, в общем, красота. Образование, я уже говорила. Организация образования могла бы быть другая. И очень важный пункт это воспитание элит. Не стоит недооценивать. Мы при такой сложности мира, какой сейчас... Он всегда был сложный, но сейчас он вообще запредельно сложный мир. Им же кто должен управлять? Кто эти люди, которые управляют? Они умеют? Они подготовлены? У них чувство ответственности есть? Они знают, как принимать решение? Это очень трудный вопрос. Элиту нужно профессионально готовить. Потому что от них зависит, он кнопку нажмет или нет. Конечно, он может спятить и нажать все равно. Но если мы не берем ситуацию, что у него крыша съехала. А просто на основании чего он решение принимает? Он правильное решение, он умеет принимать решение. Не данное конкретное, а вообще. Кстати, во всех серьезных странах вот эти вот элитарные школы, я не в плохом смысле говорю, специальные школы, из которых потом дети поступают в очень серьезные университеты. Знаете, там какая муштра? Я специально готовилась. Там абсолютно никакой свободы, там близко даже не лежало. Очень жесткая дисциплина. И за малейшее нарушение вон. И там муштруют. Потому что от них зависит мы, как вообще на этом шарике, кто жить будет дальше. Мы довольно много знаем о нейронах и их свойствах. Мы все больше знаем, как устроены нейронные сети. И мы должны знать, что есть сети, есть сети сетей, сети сетей сетей, сети сетей сетей. То есть это туши свет. Это очень сложная система. Мы знаем, что есть, конечно, функциональные блоки в мозгу. Скажем, эта часть занимается там языком, эта занимается зрительными образами. Есть зоны, которые особенно заняты памятью. Но если всерьез, то весь мозг занят всем. Эти зоны есть, и мы о них знаем, потому что если кирпич упадет на зону брака, то человек перестанет говорить. И это факт. Но обратный ход неправильный. Нельзя сказать, что речью управляет такая-то зона. Речью, как и сознанием, памятью, и всем управляет весь мозг. Что мы теперь знаем? Если голову человека сунут в томограф, и он начнет выполнять какую-то задачу, вы увидите, что там творится. Особенное впечатление производит, на меня произвело, когда я видела, что происходит в голове у синхронного переводчика. Но это я вам скажу. Я не понимаю, почему они живы. Горит мозг, понимаете? Он полыхает просто весь. Там работает все. Аж взрывается. Потому что это онлайн, очень быстрая работа, очень трудная когнитивно, с огромной скоростью, очень нервная, стрессорная. Весь мозг занят. А кажется, это же лингвистическая работа, языковая. Вот здесь должно все полыхать, а в других местах не полыхать. Так вот, нет. Ну хорошо, объем информации гигантский. Мозг может хранить, очень часто задают вопрос, сколько мозг может вместить информацию. Сколько угодно. Нет, реальных пределов нет. 300 лет надо смотреть без остановки какую-нибудь муру, и у вас все равно в мозгу хватит места. Понимаете? То есть так вопрос не стоит. Это не значит, что мозг не может перегрузиться. Но это не за счет того, что у него места нет. Это не про место, а про усилия. Данный мозг не выдерживает такой нагрузки. А данный выдерживает. Это, кстати, я предупреждаю возможные вопросы, говорю, там надо детей начать учить, я не знаю, высшей алгебре в полтора года или не надо. Вот кого надо, кого не надо. Если такой ребенок уродился, который гениальный математик, то пусть благополучно он делает то, что ему нравится. Но остальных только не надо втягивать в это дело, потому что вы их погубите. Кроме того, когда мы говорим, сколько информации вмещает мозг, это неправильно заданный вопрос, потому что сначала надо говориться о том, что мы будем считать информацией. В этом случае сознательной или бессознательной, большинство, я повторяю, там 80, как минимум процентов в сознание никогда не входит никакой информации. Дальше. А, я не знаю, работа почек, печенка, сердце, это что, не мозг, что ли, управляет? Тоже мозг управляет, и вы, к счастью, никто из нас про это не знает до поры до времени, пока не хлопнуло. То есть информация, это что? Это соотношение кальция и калия, фосфора, сколько, чего там, хватает витамина Д или нет, это все делается, слава создателю, без нас. И это тоже информация. Есть еще вот такая прелестная вещь, о которой, кстати говоря, всем не вредно бы знать, у нас есть в мозгу так называемые зеркальные системы. Это системы, которые это открыл Джакомо Резалатти, замечательный ученый, кстати, наш почетный профессор Петербургского университета, я это и организовывала, между прочим. И он к нам приезжал, лекции читал, вообще прелестный дядька. Вот. И он открыл эти зеркальные системы, и они представляют собой вот что. Они включаются не тогда, когда вы сами что-то делаете, а когда вы наблюдаете за тем, как это делает другой. Слово «другой» с большой буквы. Вообще любой другой. Это основа для коммуникации, основа вообще для любого обучения. И основа языка. И я повторяю, самое главное – это основа коммуникации. Потому что люди, у которых диагноз аутизм или шизофрения, уже доказано это, что у них поломаны эти системы. Они живут в своем собственном мире, совершенно не имея никакой возможности из него выйти и посмотреть на ситуацию другими глазами. Вот этот кот, который смотрит в зеркало, он там видит не того, кто в зеркале, а того, кем он хотел бы быть. Он себя ощущает этим огромным зверем. Он ошибается. И это происходит с большинством людей. Вот просто приведу пример неправильного… Это, кстати, есть и термин такой. Просто в русском языке как-то не очень с этим термином. Иногда это называют модель психики другого человека. Ну, разные там. Но по-английски это называется theory of mind. И это иногда переводят, и не верьте, это неправильный перевод, как теория ума. Ну, это просто придурки перевели. Это совершенно не… Это способность войти в сознание другого человека. Посмотреть на ситуацию не своими глазами, а глазами другого или других. С точки зрения другой культуры, с точки зрения другого индивидуума. И это очень важная вещь. Вот представьте себе, что вы идете на трудный разговор. Опасный, трудный разговор. Вы знаете, вам трудно будет вообще его вести, нужно выиграть, вряд ли выйдет, и так далее. Вы должны готовиться к этому разговору. И это значит, что вы должны как бы его проиграть с точки зрения не только своей, вот этой, кошачьей, но и с точки зрения львиной. То есть я ему вот что скажу, а он мне в ответ вот что. А я ему на это вот что, градус растет, понятно. А он мне на это вот что, после этого я стулом ему между глаз и врежу. Тогда не нужно ходить на разговор. Понимаете? Если вы не знаете, если вы не можете проиграть партию, проиграть в смысле сыграть, партию вашего партнера, то вы проиграли заранее. Вы-то считаете, что это альфа-центавр, а я вам говорю, это стол. Ну и сколько мы будем беседовать? Невозможен разговор. Это очень важная характеристика, она считается вот такой, ну как бы характерной именно для человека, но в последнее время ее признают для высших видов. Точно есть у обезьян, у высших обезьян. Кстати говоря, одним из показателей является, когда животных исследуют, является узнавание себя в зеркало. Скажем, им там какое-нибудь пятно ставят на щеку, к зеркалу подходит и там начинает стирать. Значит, он знает, что это он. Есть у дельфинов, есть у высших приматов. Похоже, что есть у врановых, у ворон, у которых очень высокий интеллект. Вы знаете, что у них интеллект сопоставимый с приматами? Страшное дело. Чего они делают, эти вороны, это вообще. Вот. И возможно, есть у домашних, то есть у слонов, которые не домашние, но очень высокий интеллект. И возможно, у тех, кто с нами живет, кошки и собаки, но это вопрос такой. Это не очень ясно. Вот это Джако Моризалатти и, значит, люди и звери в одинаковых позах. Я картинку сделала. Хвалюсь. Обезьяны, среди прочих других, умеют такое, что мы с вами не можем даже состязаться. Если вы влезете и наберете что-нибудь насчет интеллектуальных задач, которые дают обезьянам, вот как, например, там есть просто фильмы, вы можете посмотреть онлайн, как это происходит. Она должна, ей показывают на короткое время, скажем, какие-то цифры убирают, а после этого начинают мелькать эти цифры, и она должна пальцем тыкать в те, которые она видела. Абсолютно невозможная для меня задача. Не только с такой, ну вообще, это я даже не могу подумать. Она это делает с космической скоростью, что вы видите просто. Так что не стоит про себя слишком много думать. Дельфины. Огромный мозг, и если бы жизнь иначе пошла на планете, они вполне могли бы быть высшим видом. Но обычно говорят, но они же не создали свою цивилизацию. Это вызывает у меня смех. В каком смысле не создали цивилизацию? А они что, обещали кому-нибудь? Что они не прогресс не построили на океанском дне или чего, они не создали. Их цивилизация такая. Они самые умные в океане. У них огромный мозг, который, кстати, никогда не спит целиком. У них одно полушарие спит, второе бодрствует. Большой мозг. У них есть юмор. Они обучаются... Я работала с дельфинами. Ужас. Ну вообще, понимаете, он же... Вы дельфинам в глаза смотрели когда-нибудь? Советую посмотреть. Мы все знаем, что дельфин не рыба, правильно? А млекопитающий. Но если руку на сердце положить, ведь рыба... Ты смотришь ему в глаз и ждешь там глаза, которые есть, к примеру, у трески. А видишь глаз, в котором ум, юмор, некоторая ирония. То есть это не ты на него смотришь. Это он на тебя смотрит. Он с тобой шутит, он играет. Страшное дело. А живут они чудесно. У них нет врагов в океане, потому что они очень умные. С ними по мощности сопоставимы, конечно, акулы. Но у акулы вот такой мозг. Она глупа очень. И если дельфин... Ну она может, конечно, покусать, там и все такое. Но он-то умный зато. Поэтому он разогнавшись, у него огромные скорости, он разогнавшись, ее таранят. Он носом этим своим, резиновый нос. Попробуйте при случае. Сказка. Вот. Он вот так вот, ей брюхо бьет и привет. Понимаете? Они пляшут и поют. У них бесконечное количество еды, весь океан. Экология прекрасная. Плыви куда хочешь. Только поют, играют, любовью занимаются и все. А что они должны сделать? Стройку коммунизма устроить там на Фиджи? Или что? Что они должны сделать, чтобы мы были довольны? Вороны, вот я говорю. Вот она смотрит, просто хорошая картинка, она смотрит на себя в зеркало, она знает, что она, это она. Это проверялось. Это не из этой картинки. Проверено. Так вот, эта способность строить модель психического, другого, как термин, очень важна. Потому что она дает поведенческое преимущество. Я могу предсказать поведение другого человека. И я, значит, выигрываю. Выигрывает тот, кто на несколько шагов больше сделал. И вот это вот зеркальные нейроны помогают нам это сделать. Мы знаем, что они поломаны у людей с аутизмом и с шизофренией. Опять же, доказано это, есть эксперименты такие. Так что способность вот к таким экстраполяциям, когда я вот глядя на человека и говорю, вот какой-то он такой, я думаю, он будет себя так вести, так себя вести. Вот способность к такому размышлению, как бы выходя за то, что я считаю правильным, умным, нужным, это не я смотрю, а я его глазами смотрю. Это особая такая способность. Я должна сказать, что мое впечатление такое, что большинство людей, настеляющих землю, просто не обладает этим качеством вообще. Ну что, перед нами важная проблема. Насколько вот этот новый мир, в который мы вошли и в который мы уже живем, нравится нам или нет, он на наш мозг может влиять? Например, мы читаем по-другому. Понимаете, книга, ну, гипертексты, компьютерами все имеют дело, да, там щелкнул на слово, да, у тебя открывается новый текст, который про это слово. В нем щелкнул, еще открывается текст. То есть ты не читаешь линейно страницы за страницей, а ты как бы ползаешь по этому пространству и иногда уходишь вообще. Из этой книги уже давно ушел, даже из этой области ушел. Это что такое? Это вот, значит, сознание у нас больше, оно и раньше-то не сильно линейно было организовано, но сейчас-то оно вообще полностью разъехалось. Причем оно разъехалось с самого детства. Когда ты смотришь на двухлетнего ребенка, который с планшетом, там черт знает, что вытворяешь, ты же понимаешь, что это не тот ребенок, с которыми привыкли дело иметь, что он в 6 лет будет нечто делать, что, возможно, не будут понимать его родители. Это, но это так. Поэтому, так ли безобидны вот эти новые технологии? Ну, вот скажем, когда говорят, зачем ребенку учить писать? В смысле, писать, в прямом смысле писать. Не на компьютере это набивать, а писать. Зачем? Когда у нас компьютер, он все исправит, там не почерк, ничего не нужно. Это очень плохая мысль. Потому что, вот я с другого конца начну, в Древнем Китае, вот сказал в Древнем Китае, но это неправильно сказал, потому что Древних Китаев было много разных. В какие-то из периодов китайской истории люди, которые претендовали на то, чтобы занять положение высокого государственного чиновника, должны были сдавать два экзамена. Никогда не догадайтесь, то есть, может, вы догадаетесь, я не догадалась. Что за экзамены? Первый, каллиграфия. И не потому, что он сам писал, там было сколько хочешь народу, который вместо него будет писать. Он должен уметь. Потому что его умение, это вот это умение. Дело не в том, что он рукой водит, а он головой в этот момент он водит. Это те же зоны, между прочим, которые про речь. Это одни и те же зоны в мозгу. Это первый экзамен. А второй экзамен тоже вам понравится, стихосложение. Мудрая цивилизация, потому что они понимают, что это другой тип сознания, другой тип умений. Компьютер стихи не пишет. То есть розы-мимозы он напишет. Но если вот Бродского, к дню рождения, так сказать, сообщаю, он не напишет. Потому что это другой тип ментальности, очень важный. Не потому, что это искусство, а потому, что это другой тип, который никто на планете не умеет, кроме нас. Мы на это должны очень внимательно смотреть. Все, что связано с искусством. Искусство не десерт. Понимаете? Все привыкли думать, что главное, там стейк съел, а кофе могу и не пить. Или там пирожных не ем. Это не про то. Искусство — это другой тип жизни. Это другой тип когнитивной деятельности. Это другие паттерны в мозгу. Это не на тему, есть важные вещи, а есть дополнительно. Ну как бы приличный человек должен знать, кто такой Моцарт. Это не про то. Ну хорошо. У нас есть, это уж я так для веселья показываю, у нас есть сейчас очень замечательная техника, которая позволяет увидеть, что происходит в мозгу, когда мы занимаемся тем или этим. Мы можем увидеть там и состояние злобы, и депрессии, и там чего хочешь, но не стоит слишком доверять этому, потому что, я уже сказала, мозг сложнейшая система, а вот такие картинки, которые мы видим в научных статьях, результат математической обработки. Это не фотография. Эти пятнышки — это результат того, как мы сосчитали. А если мы сосчитаем иначе, то получим другие пятнышки. Поэтому, если речь идет о медицине, упаси Господь, есть опухоль или нет, то это одно. А когда речь идет о том, что происходит в мозгу, когда я вспоминаю, белеет парус одинокий, то это совсем другое. Кстати, про парус одинокий. Вот представьте себе, что вы приходите в институт мозга, условно говоря, и вам говорят, вот отправляйся в компьютер и вспоминай стихотворение Лермонтова, белеет парус одинокий. Мы посмотрим, где оно у вас в мозгу расположено. Ну, это сразу, садись два и вообще уходи. Но предположим, так вопрос поставлен. Именно так по-идиотски не ставят, но очень близко ставят. Дальше. Да, и при этом вам говорят, ты главное не глотай, а посторонним не думай, да, и не шевелись. Так, вы легли туда. Во-первых, в этот момент вы вспомнили, что у вас были скачки напряжения, вы забыли выключить компьютер, и сейчас оно скакнет и всметет все, и вы от этой мысли избавиться не можете. Во-вторых, у вас чешется пятка, предположим, да, и вы ни о чем не думаете, кроме как эту пятку почесать. В-третьих, вам сказали, не глотай, но оно глотается. В-пятых, ты думаешь, какой черт-то я вообще сюда пришел, потому что они обещали про парус одинокий, а найдут опухоль, да, и вообще, то есть ты начинаешь волноваться. Заметим все это, они видят на том, что они фиксируют. После этого они вам будут рассказывать, что белеет парус одинокий там где-то. Мы можем, тем не менее, мы можем говорить о том, что есть люди быстро обучаемые, и у них вот такая-то будет картинка в мозгу, есть люди медленно обучаемые. Было бы заблуждением, не важно, что здесь нарисовано в данный момент, я просто ваше внимание привлекаю к тому, что люди разные все, извините, что такую тривиальную вещь говорю, из того, что человек учится быстро, не следует, что он очень умен. Из этого следует, что он быстрый. Возможно, он при этом очень умный. Но еще раз повторяю, Эйнштейн в школу с трудом взяли, понимаете, говорить поздно начал, ничего не соображал, считали неудачный ребеночек. А это Эйнштейн. Из того, что он медленно двигается, не следует ничего, кроме как то, что он медленно двигается. Никто не должен скакать вверх на 6 метров с 6, понимаете, мы так не договаривались. Конечно, есть и такие вещи, и они при всем моем скепсисе, я очень скептична к тому, что мы покажем, где страх, там где любовь и где веселье в мозгу, но все-таки по мозгу сейчас, учитывая, что эта техника очень мощная, что математика вокруг этого очень мощная. Мы можем сказать, это человек, который находится в таком-то состоянии, по мозгу мы можем это сказать. Мы даже можем сказать такие вещи, как то, что он сейчас, вероятно, слушает музыку, или он сейчас, вероятно, решает какую-то вербальную задачу. Нетрудно, я думаю, догадаться, как это делается. Там тысячи миллионов тонн картинок, картинок, в которых действительно было известно, что они решают такую задачу, а теперь нам показывают мозг, про который неизвестно. Компьютер начинает гонять эти картинки и говорит, а вот когда такой мозг, когда такая картинка, то это бывает тогда, когда он, я не знаю, стихи вспоминает, условно говоря. То есть вообще такая возможность есть. Вот какой возможности нет, тут я уже со всеми своими коллегами и друзьями ругаюсь, они считают, что близко или относительно близко тот момент, когда мы с помощью томографа сможем читать мысли. Я считаю, что нет. Я считаю, что мы можем успокоиться, по крайней мере, на какое-то время. Что мы можем сделать? Мы можем сказать, вероятно, вот тут, но мы не можем сказать, о чем он думает. Вот содержания нет. То, что считает или читает, или, я не знаю, слушает, или вспоминает какие-то картины, когда он в теннис играл. Вот это я, вероятно, смогу. А про что он думает? И умножает он 3 на 8 или 15 на 44, это, извините. И согласитесь, это все-таки расстояние. Но оптимисты говорят, подождите, не то еще будет. Тогда надо вообще отсюда съезжать куда-нибудь на другую планету. Ладно. Поэтому вот такого рода картинки. Мы видим вот это, кстати, насчет билингвов и монолингвов. Кстати, вот тоже интересная вещь. Что происходит в мозгу у людей, которые знают больше, чем один язык? Если мы с одним-то языком не можем разобраться, такая-то сложная картина. А если у него их не один, и он с них скачет с одного на другой? Вот, например, в ситуации синхронного перевода, как я сказала, когда он с большой скоростью перескакивает с кода на код. Вообще, я не понимаю просто, как они это... Я один раз в жизни переводила синхронно. Нет суммы, за которую я согласна. Это сделать еще раз. Недаром у них есть временные рамки. Они после 20 минут их выносят на травку кислородом подышать. Потом взрывается, голова взрывается. Ладно, это мы пропустим. Вот видите, даже по картинкам мы можем увидеть, с какого языка на какой он переводит, или какой язык он лучше знает. Вот, например, оказывается, что мой прогноз был бы, что тот язык, который он лучше знает, активность мозговая, про этот будет больше. А на самом деле меньше, потому что большие усилия у него уходят на то, чтобы работать с языком, который он знает меньше. Поэтому активность будет больше на слабом языке. Я не про язык на самом деле говорю, а про то, что в мозгу вообще делается. Вот видите, там мы знаем, что происходит, когда, скажем, с английского на финский человек переводит. Это все еще нужно умножить на то, какой у него язык основной. Там, скажем, финский или английский. То есть я этим просто показываю, что современная техника, правда, очень много может. И для медицины как таковой, само собой, она сейчас просто невозможна без этой техники. И для фундаментальной науки. Мы должны знать, что не все зоны мозга одновременно развиваются. Это когда мы говорим про детей, это к вопросу об обучении. Когда говорят, в престижные школы ребенок должен тесты всякие проходить, и он должен какие-нибудь силогизмы решать. Значит, несчастный ребенок приходит, ему 6,5 лет, а ему говорят, эти треугольники конгруентны или нет. Лишит дипломов этих людей. А может быть, даже и пусть улицы пометут некоторое время. У ребенка не созрели те части мозга, которые отвечают на такие вопросы. Просто их нет. Зоны, которые решают трудные логические задачи, они вырастут примерно к 18 годам. Ну, плюс-минус в зависимости от индивидуума. Самые главные наши мощные, сложные зоны развиваются до 20 лет, 21, 22 года. Поэтому не стоит думать, что ребенок вот так ровно зреет. Вот у него что-то зреет, а что-то будет медленно зреть. Поэтому я пишу, неоднородность, гетерогенность, развитие разных отделов мозга. Это учителя должны знать. Это должны знать и родители. Нельзя ребенку предъявлять требования, для которых у него мозга еще нет. То есть, конечно, его колотить начать или током бить, так может, он научится. Но наша задача какая? Задача тех, кто тестирует детей, для того, чтобы их принять в престижную школу, как настоящее выглядит. Они хотят выяснить, способны ли ребенок, или, и я за второе голосую, они проверяют, платежеспособность семьи, каких набрали репетиторов, насколько злобные родители, которые из ребенка уже все кишки вынули, чтобы он это мог... То есть, мы что проверяем-то? Мы его интеллект проверяем? Или мы проверяем тщеславие родителей? Мамаша сумасшедшая, она же не могла родить никого, кроме Бетховена. Это же дураку понятно, правильно? Только Эйнштейн или Бетховен мог из нее вылезти. А если четыре года ему, а еще ничего не произошло, ни симфонии, понимаете, ни теории относительности, ни порядок же. Ну вот. Очень важный период, шести-семилетний, это так называемый период школьной зрелости, это термин. Шесть-семь лет — это не то, что написано в паспорте, а это реальный его биологический возраст, который нужно определять. Например, я не предлагаю всем детей прогонять через энцефалографию, но это проверка. Он дозрел до уровня, когда его будут спрашивать про конгруентность? Или его надо... Пусть он с мишкой играет дома, понимаете? В первом классе не должен стоять вопрос о теории относительности. А ему надо сказать, два мишки плюс три мишки, сколько мишек будет? Не надо ему голову морочить. Он не должен выступать с политинформацией на тему, что говорили на последнем партийном съезде. Мой личный сын в первом классе был сказал, что Брежнев-то? Расскажи, Ваня, во вторник, что в прошлую среду Брежнев говорил на съезде партии? И решил, что я спятила. Пришлось сказать ребенку следующее. Ваня, садись, слушай меня. Твоя учительница — дура. Это я знаю, антипедагогично. Но у меня был выбор, согласитесь. Дура либо она, либо я. Нет, ну, без вариантов. Мой выбор был определен. Это не избавляет тебя от того, чтобы делать домашнее задание на завтра в полном объеме. Но просто имей в виду, что не все, что она говорит, соответствует реальности. Ну, со всяким может быть, да случится. Не уродилась. Не все дети, вот с письмом и чтением, я говорила, большие проблемы. И это даже не стоит думать, что это в какой-нибудь там на берегу океана, в какой-нибудь там деревушке одинокой в столицах. Дети в шестом, в седьмом классе часто читают по слогам. Если вы их... Они с трудом справляются с техникой чтения. Если вы спросите, не дай бог спросите, про что было то, что они читают, это ставит их в тупик, потому что все их, извините за грубое слово, когнитивные силы ушли на то, чтобы пробраться сквозь эти штучки. То есть о содержании речи нет. Это почему происходит? Вообще, как это случилось? Это действительно какая-то мутация, что ли, идет? Я не утверждаю это, потому что для того, чтобы это утверждать, нужны массовые обследования людей, чего не происходило. Генетические обследования. Но то, что таких людей очень много, это факт. И это не связано с уровнем интеллекта. Это может быть ребенок, который выигрывает мировые олимпиады по физике и математике. То есть интеллект, у него полный порядок. При этом он может сделать 40 ошибок на странице. Попробуйте на спор сделать 40 ошибок на странице. Специальная большая работа. Нет, ну их не сделать просто. Это значит, что-то там замкнуло на полную катушку. Что случилось? Почему он номер один в мире по математике и номер ноль в мире по простой вещи, которую умеют делать все? Как это вышло? Ну ладно, давайте пойдем все-таки дальше. Сейчас я... Мужчины и женщины. Я терпеть не могу гендерные исследования. Прямо вам скажу. Просто ненавижу. А феминисток просто не приношу на дух. Но тем не менее, мужской и женский мозг отличаются. Это не в смысле, какой лучше, какой хуже. Но это разный мозг. Половые отличия в мозгу есть. Причем я предупредила, что я феминисток терпеть не могу, поэтому это не феминистическое заявление. Женский мозг более эффективно работает. С сожалению, признаю этот факт. Да, потому что я домострою, там все как надо. Но у женщины особая роль. Понимаете, она должна хранить очаг. Это значит, если переводить на бытовой язык, она должна максимально не поругаться с соседями. Вовремя осознать, кто враг, кто друг. То есть применить зеркальные эроны в том числе. Она должна крутиться в постоянно меняющейся обстановке. Это жизненно важно. Потому что не в дурном смысле слова, а у нее таки есть материнский инстинкт. Понимаете, она детей сохранить. Поэтому у нее все рецепторы открыты. На том, чтобы этот опасный мир, чтобы она его обозревает. Она тренирует свой мозг. У нее с белым серым веществом, будьте добры, как? Когда говорят, что женщины истеричные, они слабые, а мужчины, ох-охо, все викинги. Слушайте, мы не сегодня родились. Вы что, не видели истеричных мужчин никогда? Лично я их встречаю ежедневно пачками. А также я встречаю невероятно сильных, мужеподобных, даже если они внешне не выглядят так, женщин, которые снесет полпланеты, если ты ей дашь только волю. То есть с очень сильным, мощным характером, с большой энергией и так далее. Неправильно поставлен вопрос. Это все не делится на мужской тип характера и женский тип характера. Это мы эти слова придумали. Сами придумали, сами в них запутались. Это не про то разговор. Но женщин и мужчин нужно по-разному учить. Сейчас я... Во! Я с интерес... Я некоторое время назад, примерно год назад, вдруг наткнулась на это. Это я с английского перевела. Но я перевела... То есть я вообще не перевела. Это я вам переведу. Значит, там разговор был такой, что сейчас я посмотрю, про что тут. Они должны... Ладно, бог с ним, что написано, я так скажу. Во-первых, мальчиков надо держать в холоде, что я обнаружила. Потому что, да, причем автор, это очень серьезная работа научная была. Он в британских школах был, причем в дорогих частных школах. Это важно, почему дорогих. Потому что никто не экономил там электроэнергию или уголь. И почувствовал он, что холодновато. А в девичьих школах, значит, не холодновато. И он говорит, а что у вас так холодно-то? А они говорят, это мы давно, мы за столетия это поняли. Британцы, понятное дело. Вот, потому что если, не дай бог, температура будет на градус или на два, тем более, больше, то мальчики просто насмерть засыпают, и все. Они вообще не воспринимают никакую информацию. Просто спят. Они только в холоде себя хорошо чувствуют. Кроме того, они очень любят активное времяпрепровождение. Должен быть контакт, у них должно быть много пространства. Им надо не запрещать бегать. Они должны энергию выбегать, так сказать, эту энергию. И они должны участвовать в совместном деле. У них очень важна состязательность. Гораздо более важна, чем девочка. Мы должны сказать, ну, их надо все время хвалить, одним словом. Правда, в ответ на это говорят, он когда выйдет на улицу, ему там покажут, какой он гений. Правильно, покажут. Но и остальным покажут. Но он в любом случае должен все время получать подпитку на тему «ты лучше всех». Ой, ты так решил задачу 2 плюс 3, как никто в мире никогда не решал. Ты просто молодец, я тобой горжусь. Это им эндорфинов как бы добавляет, чтобы радостнее было жить. Ладно. Вот все это... Да, а девочки, во-первых, много цвета. Должно быть, любят цвет. Они очень любят доверительные отношения с учителями. Глаза в глаза, чтобы можно было посмотреть. Ах, какие у тебя косички. Ой, Марья Ивановна, какое у вас ожерелье-то сегодня. Вот, потом, вот тоже вещь, которую я, например, не знала. Что нужно, они говорят, controlled risk. Контролируемый риск. Вот это, кстати, для меня была новость. Не говорит, ты же девочка, у тебя белый гольф, и что ты ноешься, как ошалела, значит, упадешь, гольф и будет грязный. Нет. Подстроить, чтобы она упала. Подлая учительница должна. Но в такую ямку, где она ноги-то не переломает, но ссадина будет, чтобы она знала, что ей делать в случае, если она по-настоящему упадет. Она не должна в обморок сразу. Она должна знать, там вымыть, там посыпать, я не знаю, там снять, забинтовать. То есть как бы их, этому риску, специально подвергать, но контролируемую риску. И, конечно, те самые барышни, вот это вот личное отношение. Между прочим, я не знаю, естественно, не знаю, кто сидит здесь. Знаете ли вы, что вот проблема аутизма, которая тоже в мире очень большая, и что несопоставимые проценты мальчиков и девочек, аутистов-мальчиков, существенно больше, чем аутистов-девочек. Поэтому вот мальчики, которые в глаза-то... Ну, знаете, да, основной, один из таких бытовых признаков, что избегает, это eye contact называется, контакт глаза в глаза. Если перед вами ребенок, который ни за что, не потому что соврал или конфеты украл, а просто вот избегает взгляда, вот так смотрит, надо отнестись к этому внимательно. Может, это и случайность, а может быть, это не случайность, а вот этот вот признак. Поэтому в каком-то смысле, хотя у меня нет сейчас возможности про это говорить, но в каком-то смысле раздельное обучение мальчиков и девочек некоторый смысл оно имеет. Может, их на балах там надо, чтобы они познакомились друг с другом, но это как бы другой модус, общение другой. Занятие музыкой, вот я хочу сказать, между прочим, это вот не... Опять же, это не десерт, понимаете? Это не то, что хорошо, когда девочка или мальчик знает, кто такой Чайковский. Я не про это говорю, это и так очевидно. Я говорю про другое. Занятие музыкой. Это, кстати говоря, вещи, которые вообще почти совсем новые, то есть их большинство людей не знает. Это из научной, совсем современной литературы. Занятие музыкой, которые рано начаты, они очень ускоряют и активизируют работу мозга. Именно музыкой, потому что это другой тип, совершенно другой тип мозговой работы. Люди, которые вовремя начали заниматься музыкой, рано, они Альцгеймера своего отодвинут. Вы понимаете? Хотя это прямо к этому не относится, но это рано полученная, очень интенсивная тренировка. Причем какая тренировка? Эти долготы, длинноты, обращая внимание, где ударение. Это было после этого, это было до этого. Это другая работа мозговая. Она вовсе не про то, важно ли, чтобы он играл «Жили у бабуси два веселых гуся». Понимаете? Он без этого проживет жизнь. Это не на тему гусей, а на тему тренировки нейронной сети. Качество нейронной сети улучшается у тех, кто занимается музыкой. Пластичность мозга лучше, потому что он тренируется особым образом. Влияет, я уже сказала, на состояние мозга в пожилом возрасте. В частности, нам известно, что пожилые люди начинают плохо разбирать речь. И не потому, что у них уши плохие. Вот я всегда привожу примеры из личной жизни. У меня была бабушка, которая не дожила до 100 лет три месяца, к сожалению. Была у меня 800 раз. Совершенно замечательно. И стала она, естественно, в этом возрасте, не слышу, что в телевизоре, она очень умная была. Поэтому она мне говорила, а что, собственно, там смотреть? Там идет сплошная реклама, да, сейчас закончу. Там идет сплошная реклама, изредка перемежающаяся сюжетами, за которыми я не успеваю следить. Что правда. И как бы я не разбираю то, что там говорят. И я вот сапожник без сапог в чистом виде. Я думала, что, ну, ухо, в смысле слух. Я из Америки, там еще не было здесь ничего, привезла какой-то аппаратик вообще, который не видно было, и все это. Она все равно, она говорит, да громко, только ничего я не понимаю. Мне вот все равно, даже этого мне, оказывается, на меня не повлияло. Хотя это мои профессиональные знания, я должна была это знать. Ухо-то здесь причем. Чем больше я ей добавляю децибелов, тем хуже дело. Это не ухо, это мозг перестал расшифровывать. Ей лезет децибелов сколько надо. Она не слышит звук, а не идентифицирует этот звук. Это совершенно другая вещь. Поэтому тогда, когда музыкой люди занимаются, вот это качество, оно влияет на распознавание. Потому что мозг привык анализировать тонкие отличия в физическом звуке. Стратегия учения. Забывание, отвлечение, сейчас я закончу. Забывание, отвлечение, перерывы и сон являются не помехой во владении каким-то материалом, который вы должны выучить, а помощью. Когда говорят, ты отвлекаешься, поэтому ты не можешь выучить ничего. Отвлекается, и слава богу. Самое лучшее, что мы можем для себя сделать, это быстро что-то выучить и спать лечь. Потому что перевод того, что к нам в мозг попало, в нужный отдел мозга, из которого вы сможете это вынуть, ведь мало запомнить, нужно вынуть. Вынуть нельзя, не вынимается. Для того, чтобы вынуть, нужно спать лечь. Это доказанная вещь. Я говорю не анекдот, а факт нейронауки. Там происходит работа, которая переводит полученные вами знания из гиппокампа в передние зоны мозга, где, откуда вы их и сможете изъять. Я думаю, все помнят ситуацию, когда ты по-настоящему готовишься к экзамену. Не врешь, что готовился, а на самом деле готовишься. Приходишь, вытаскиваешь билет, точно знаешь, что ты учил. Пусто. Ничего. Получаешь двойку, возвращаешься домой, в горе ложишься спать, утром просыпаешься. Ты ничего больше не учил второй раз. И ты все это знаешь. Где оно было? Оно где было? Оно же было там? Значит, вы добраться до этого не могли. Чтобы добраться, мозгу нужно дать время и возможность. Время – это понятно, а возможность – это спать лечь. Поэтому ночью перед экзаменом надо не работать не потому, что ты смертельно устанешь и не сможешь концентрироваться, а по причине, которую я сказала. Кроме того, отвлечение – это хорошая вещь. Если он хочет или вы хотите лежать вверх ногами на полу и при этом пожирать килограммы конфет, на здоровье. Какая разница, где он будет учить это? Почему он должен сидеть-то прямо за столом? Это индивидуальные вещи. Одному нужно, чтобы была музыка, другому нужно, чтобы только ее не было. Кроме того, обучающийся должен, а также и учитель, должен осознать, а что происходит. Он это выучивает для того, чтобы завтра сдать зачет и забыть. Очень частая ситуация, ничего в ней плохого нет. Или я собираюсь быть профессионалом в этой области. Или я должен всем показать, какой я крутой. Или я буду двигаться медленно, но зато так, что я им потом покажу. всю Кузькину мать всем. То есть нужно понять, как бы что происходит. Ты сам кто такой? Вот надо ли тебе учить это все? Или тебе надо просто, чтобы экзамен сдать? Почему я не могу лежать в это время? Или почему я не могу учить это в кафе? Какая разница? Если ваш мозг организован так, что ему нравится работать так, да на здоровье, перерывы обязательно должны быть. Движения очень помогают, потому что тело запоминает. Дополнительный фактор включается. Когда я в это время прыгала, или в это время я на велосипеде ехала. Понимаете? То есть это все вещи, которые на первый взгляд являются отключкой, так сказать, от дела. На самом деле это вовсе не оно, они помощники. Кроме того, я кто? Ну вот тренировка способности концентрироваться, это есть способы, можно научиться это делать. Тренировка памяти, как игра, этим можно специально заниматься. Тренировать не выучивание данного урока, а выучивание того, как запомнить. Это совершенно другое учение. Вот греки древние, вот я узнала, у меня коллега есть, которая древнегреческий преподает там и так далее. У них, оказывается, такая была мода. Они, ложась спать, должны были вспомнить максимально подробно, что они делали с момента, когда они проснулись. Вот проснулся, повернул направо, налево там, потом пошел. Маленькими шажками. Кого встретил, в каком порядке и так далее. Вот оно. Две тысячи лет назад люди знали, что с этим делать. Кроме того, есть свои методы запоминания. Вот одни любят, чтобы были таблички, а другие, как я, вероятно, с низким интеллектом. Человек вспоминает, в какой книге это было написано, черт его знает, как там это было изображено. А я думаю, помню, желтенькая была книжечка. Помню, я как дура поставил на нее чашку с кофе. И на этой странице, у меня чашка это отпечаткает. Я ненавижу, когда с книгами так. А, вот что там было написано. Я не обещала никому, что я должна запоминать, так как компьютер. Я вообще никому ничего не обещала. Как могу, так и запоминаю. Это мое личное дело. Мне главное узнать. Я буду это делать... Я сова. Если я раньше 10 вечера сяду делать что-нибудь осмысленное, не бумажки перебирать, понимаете, или файлы листать, а думать. Мне самой писать надо там или еще что-нибудь. Раньше 10 вечера чистая трата времени. В моем случае. В моем. Это не значит во всех. Я знаю людей, которые в 5 утра встают, работают как чумовые. До 8 утра. Да мне лучше сразу утопиться в речке. Я просто не могу этого делать. И не смогу никогда. Бесполезно. То есть, вот то, что я и студентам говорю, и вам, извините за такую настырность, говорю, лучшее, что мы можем для себя сделать, это с собой познакомиться как можно раньше. Я какой? Я активный? Или я люблю сидеть? Я люблю быть на сцене, и мне нравятся аплодисменты? Или я люблю сидеть в углу, чтобы у меня настольная лампа была, чтобы только никто ко мне не входил? Тогда я должен работать в архиве. Чего я лезу-то на сцену? Устраиваю себе стресс? Я умный или глупый? Ну себе-то можно это сказать? Я красивая или некрасивая? Я другим могу голову морочить. Но один раз можно войти в ванную комнату, смыть косметику, правильно? И посмотреть внимательно. И себе сказать, номер не вышел. Нет, ну себе-то надо, нельзя врать себе. Ну, понимаете? Да, это очень сложно. А жизнь вообще сложна. Нет, ну другим надо соврать. Ну, реальное дело. Но себе-то не надо врать. Это как этот кот со львом. Понимаете? Когда ты смотришь в зеркало, ты должен кота увидеть, не льва. Потому что другие могут увидеть кота. Это ты думаешь, что ты лев? То есть свои методы. Дальше. Кем я хочу быть? Может, я быть красавица и умница? И все. Я никому не обещаю. Хочу быть женой. Хочу рожать 18 детей. Не хочу учиться в университете. А что, надо? Обязательно надо? Я зато пироги пеку, как никто. То есть, ну как бы надо решить. Моя цель какая? Просто всем нос утереть. Это одна задача. Продвинуться в науке, потому что я хочу, чтобы мне рукоплескали. Другая задача. Занимаюсь наукой, потому что мне страшно интересно. Мой случай. Как только мне перестанет быть интересно, я закончу в первую секунду. Я вам клянусь. То есть, что мы делаем? От этого зависит, как мы учимся. Я учусь, чтобы мне завтрашний день. Марксизм, ленинизм. Завтра надо сдать. Если я не сдам марксизм, ленинизм, меня выгонят из университета. Это же не значит, что я хочу узнать, что они написали там. Последнее, что я хочу узнать, что они там написали. Есть вариант шпаргалок много написать. Я так и делала, разумеется. Полная сумка шпаргалок. Хорошее дело. Потому что моя задача не выучить, а сдать. То есть, в общем, я так расшумелась. Может, даже давайте к концу подойдем. Я хочу сказать, что обучение меняет мозг. Это очень важная информация. У всех у вас, включая меня, за то время, пока мы здесь сидим, мозг изменился. Каждый из нас должен отдавать себе отчет, что тот мозг, с которым мы пришли в этот мир, и тот мозг, с которым мы каждый в свое время представим перед создателем, это совершенно разные структуры. И не потому, что мы выросли, постарели, ухудшилась память. Это само собой. Наш мозг, с которым мы земную жизнь заканчиваем, это тот мозг, на котором написан наш личный текст. Какой губной помадой пользовалась, чего ела, чего пила, с кем общалась, что читала, какие юбки носила, кто были мужья. Вот весь текст, это ваш текст, личный текст. Ни у кого другого такого текста нет. Это серьезное дело. Этот текст меняется каждую секунду или даже миллисекунду. Все, что мы сейчас говорим или слушаем, оно уже там лежит. Этот мозг уже другой. И он меняется физически, меняется качество и количество нейронов и нейронных щупалец этих всех, дендритов, аксонов. И даже та среда, в которой лежат эти нейроны, меняется. Количество их, я повторяю, количество и величина нервных волокон меняется в зависимости от того, как и что мы учим. То есть это физические изменения. Эффективность серого и белого вещества, которые обеспечивают наше мышление, меняется. Вот так это выглядит. Я не понимаю, как по такой сети, может хоть какая-нибудь информация, хоть куда-нибудь прийти. Это не рисунок, а электронно-микроскопическая фотография некоторой части мозга. Вот так это выглядит. Вот как это содержит, я не знаю, там, Шекспира, ЕМЦ-квадрат, вот это как. Вот видите, что там делается. Тренировать, я повторяю, можем память отдельно, внимание отдельно, скорости. Есть методы, просто это нужно много лекций на эту тему читать. Скорости, когнитивную гибкость. Может быть, вот здесь на секунду остановлюсь. Как быстро переключать внимание с одной задачи на другую. Это, может быть, просто в обычной жизни не так и важно, но, предположим, вы в ситуации стресса находитесь, когда вам надо очень быстро принять решение. Я не знаю, в машине едете, столб стоит. Некогда вспоминать траекторию полета машины. Понимаете, тангенсы, катангенсы здесь не годятся. Здесь нужен очень быстрый, глобальный, если научным языком выражаюсь, гештальтная оценка ситуации. Всей сразу. Мозг должен тренирован быть на это. И я повторяю, можно тренировать. Быстрая адаптация к меняющимся условиям. То есть всегда-то было так, только сегодня не так. А я привык так. Привык, проиграл. А она другая уже. Ситуация другая. Всегда была такая, а теперь другая. Значит, эффективное переключение с задачи на задачу. Тренировка себя на то, чтобы выполнять одновременно несколько вещей. Не потому что нужно, а потому что тренировка. Вот я, например, делаю много вещей параллельно. Но не потому что я такая способная. Ну, в общем, тут можно что хочешь говорить. Заслуги моей никакой нет. Вот оно выходит так. Я даже люблю, когда я читаю несколько книг. Но одновременно не в смысле. Они все рядом лежат тут. Но в смысле я переключаться. Привыкла переключаться. Не знаю, мне нравится. Принятие решений. Никто не обещал, что логическое принятие решений самое лучшее. Нет. Есть ситуации, в которых логика не помогает. Она не действует просто. Значит, надо уметь решать нелогически. Ну вот в качестве одного из примеров. Вот есть компьютерные программы, которые играют в шахматы. Но мы знаем, что уже всех чемпионов переиграли. Все, полный завал. Значит, там, где идет счет, нам не переиграть компьютеры. Суперкомпьютеры, бесконечная память, невероятная скорость. Триллионы операций в секунду. И количество этих триллионов растет с огромной скоростью. То есть мы это проиграли. А игра в ГО? Просто не досчитали. Но очень скоро будет. А вот говорят, что не будет. А хорошо. Мы с ним чемпионом, мы с ним отучились, и он на ответ. Правда, да? Это мне... Это достаточно хорошо. Вот с Рома, ну это понятно, не Питера, не Москвы, но Лароника, да? Ну нет, ну какая разница? В принципе... Мне просто кошники говорили. Я им верю. Я сама даже играть не умею. Хорошо. А как справляется компьютерный алгоритм с ситуацией случайности, а именно кости? Это во-первых. А во-вторых, ситуация истерического решения. Вот... До сих пор даже карты не переиграли. Не важно, там, притча или даже преферанса. Угу. Она играет точно лучше. Ну, в принципе, понятно. Ну, в общем, нам скоро крышка. Да? Потому что дело не в картах, а дело в том, что если эти железяки начинают делать такие вещи, то мало нам не покажется. Ладно. Хорошо. Ну и... Да, вот, вот важная вещь. Ах ты, Господи. Где оно? Стрелочку. Стрелочку еще надо найти на чужом компьютере. Нажмите... Вот. О пользе бесцельных размышлений. Вот это, между прочим, научная вещь. Мысли сами бродят. Оно само пришло в голову. Я не знаю, как оно получилось. Не надо себя останавливать. Если ты ходишь, и у тебя неизвестно, что в голове там происходит, вот как-то оно там мелькает, это и есть та среда, в которой происходит открытие. Это точно известно. Некоторые фирмы, там в Японии, например, дорогая фирма, они себе нанимают, скажем, сотрудника, который страшно раздражает всех, потому что он получает большую зарплату, не делает ничего, всем мешает. Он ходит, то ноги на стол положит, то пристает, что-то смотрит, кофе, все как чумовые японцы работают, он чего-то делает. Вот так он ходит года полтора, потом говорит, мне кажется, нужно сделать вот так. Три миллиарда доход. Что он делал все это время? Вот он что делал. У него такая голова. Другой вопрос, что его надо унюхать, этого человека. Как-то обнаружить, что вот это он из таких, которые неизвестно что. Ну вот, так что мы не знаем, какая информация играет. Там же что его навело? Он увидел, как птичка приезжает. Батюшке, вот в чем дело. А и вовсе не про птичку. Эта птичка просто его толкнула на определенный шаг. Ну и все. Ладно. Напоследок вот что скажу. Это тоже не рисунок карандашом, а это результат обработки того, что происходит в мозгу. И вот эти вот нити, они показывают связи, которые есть между определенными отделами мозга в то время, как он решает какую-то задачу. Я, собственно, вот на этом даже хочу закончить, имея в виду, что, конечно, современная техника абсолютно невероятной мощности, и она растет и растет и растет. В эту область входят огромные деньги, идут сейчас во всем мире. В Соединенных Штатах проект «Брейн» с огромными инвестициями как частных компаний, так и федеральных. В европейской среде несколько проектов, посвященных мозгу. Капитализм деньги считает. Раскладываются такие деньги. Все понимают, что именно это является основой победы в другой цивилизационной войне. Понимаете? Там не отвертки решают, а вот такие вот вещи. Это не только влияние на технику, на медицину, это влияние, извините, на вооружение, на манипуляции с сознанием. Это огромная область. Поэтому кто не дурак, тот понимает, куда деньги надо вкладывать. Это одна из этих областей. Возможно, даже самое-самое. Спасибо. Я вам желаю и всем нам желаю не тронуться умом от всего этого. Спасибо. Евгений, вопрос такой. Вы несколько раз повторили. Есть я, а есть мой мозг. Все-таки кто такой тогда я? Ну, я не про тело говорю, естественно. Мне все-таки кажется, что я – это и есть мозг. Я надеялась на это, но у меня последнее время, понимаете, как-то это разрушились, мои иллюзии. Потому что в той ситуации, в которой вот мои знания находятся сейчас, я не могу сказать, что мой мозг и я – это одно и то же. Я сейчас объясню, в чем дело. Одним зимним вечером сидела я, и вдруг мне приехала статья, из которой следовало, что мозг принимает решение за 30 секунд, это гигантское время, до того, как человек об этом знает. Я думаю, это, наверное, от усталости у меня такое. Читаю, читаю. Значит, они делают что? Человек должен выполнять какое-то задание, при этом его башка находится в томографе. И, значит, томограф этот, неважно в данном случае, как это снимается, важно то, что томограф говорит, и он выполняет определенное задание. Томограф щелкает, и там ясно, что он задание принял. После этого идет время, а для мозговых дел 30 секунд – это дикое время, огромное. А он потом на кнопочку нажимает. Это что было? Кто принял решение? Ему сказано, как только решишь, быстро нажми на кнопку. Разумеется, проверили, что это не моторное, это не то, что он тянулся долго. Там профессионалы работают, думаю, батюшки мои. Что ж такое? Стал смотреть-смотреть, нашла автора, написала сразу письмо. Говорю, не букву «М» не забыли? Может, миллисекунд? Нет, говорит, не забыли. Я говорю, а что делать вообще с этим? Короче говоря, вот, а дальше начинается это «the mind's best trick». Понимаете, я бы не хотела, вот, я на костер не пойду за те слова, которые я сейчас скажу. Но мне очень неприятно, но было бы совсем ужасно, хотя и возможно. Если мозг, помимо того, что он меня утешает, что я сама решение приняла, что он еще к тому же мне посылает сигнал о том, что я есть. Он есть. Это да. Он тебе говорит, спокойно, ты лично, все в порядке, голосуешь, все в порядке. То есть тогда это страшный розыгрыш и оскорбление нам, как хомо сапиенс, как целиком цивилизации. Я надеюсь, что это не так. Но это не бытовой, это я так весело рассказываю, но на самом деле это трудный вопрос. Потому что как это, как ответить на него, какие факты должны появиться, даже теоретически, вот на столе, какие факты я бы хотела, чтобы мне фея принесла, которые бы мне доказали, что мозг и я – это одно и то же. Как это доказать-то? У меня даже нет минимального прогноза. Ну, в общем, мы должны к нему всерьез относиться, потому что… Ведь он же нас обманывает. Про галлюцинации все помнят? Для человека… Я в дурдоме лучшие годы жизни провела. Я вам хочу сказать, человеку, у которого галлюцинации, нет способа его убедить, что на этом столе нет четырех зеленых чертей. Потому что они для него такая же реальность, как для меня, в стакан. Он их видит, слышит, обоняет. Я еще спрашивала, белогоряченькие очень хороши для этого. Я его спрашивала, а на ощупь какой? Говорю, пахнет серой. Говорю, серой. А на ощупь такой мерзкий, липкий, жесткий. Понимаете, его нет вообще. Мозг ему морочит голову, подавая ему всю сенсорную информацию. Такую же. Напоследок, чтобы врубить, так врубить. У вас есть какие основания считать, что все здесь есть? Какие? Я студентам тоже голову морочу. Они мне говорят, мы сейчас подойдем, Татьяна Владимировна, и вас щипнем. Я смеюсь с сатанинским смехом. Потому что их щипок находится тоже внутри моей галлюцинации. Вы понимаете? Из этого нет выхода. Если только начать в эту сторону думать, то тогда к психиатру все отправляемся сразу. Нет же причин. Понимаете? Из того, что вы говорите, мы видим то же самое, ничего не следует. Потому что и вас-то нет. Это у меня все. Равно как и меня нет. Это у каждого в голове. Это вообще-то беда. Так что про это все забыли. Да, и все. Коньяк. Все в порядке. Спасибо. Спасибо, друзья. Давайте дружно поаплодируем. Все уже все аплодируют. Спасибо.